У меня фарш говяжий, подходит также свиной и куриный. Теперь тонко нарежу капусту. Выкладываю капусту к фаршу. Тонкой соломкой нарезаю кабачок. Кабачок тоже отправляю к фаршу. Мелким кубиком нарезаю красный перчик. Для контраста и яркости добавлю еще желтый перчик. Морковку натираю на мелкой терке. Теперь добавляю яйца. Обязательно добавляю свежую зелень. У меня укроп и зеленый лук. Обязательно добавляю чесночок. Я возьму пару зубчиков. Мы любим чесночок, поэтому добавляю побольше. Можно вообще добавить сушеный чеснок. Посмотрите, как все красиво получается. Можно, наверное, уже и так скушать. Добавляю немного базилика. Все точные пропорции, как всегда, будут в рецепте, внизу под видео. Тимьян. Для остроты добавляю немного чили перца. И обязательно соль и перец по вкусу. Теперь берем большую ложку и все хорошо перемешиваем. Ну вот, все перемешала. Теперь немножко выравниваю, чтобы форма была красивая. И отправляю в разогретую до 180 градусов духовку. И буду выпекать ровно 20 минут. Сыр натираю на крупной терке. Прошло 20 минут. Почти все готово. Теперь немного посыпаю сыром. И отправляю обратно. Но уже духовку выключила. Буквально минут на 5, чтобы сыр растаял. Ну что, скорее давайте попробуем, что получилось. Мне очень хочется добавить сметанки. Сейчас посмотрим, что же мы тут назапекали. Очень вкусно. Знаете, напоминает наши любимые голубцы. Тем более продукты, в принципе, все как на голубце. Очень просто, вкусно, быстро. Ребята, обязательно жду ваши комментарии. Мне очень приятно читать ваши отзывы, когда вы пишете. Может быть, вы какие-то предложите положить другие овощи. Напишите, с удовольствием почитаю. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Потому что мы вас научим готовить быстро, вкусно и просто. Прошу к столу и приятного вам аппетита. ПОДПИСАНОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТО